Добрый день дорогая Валентина Эдуардовна. Я с большим уважением к вам и поэтому поскольку ждут вас и не только я все участники нашей школы человека будущего homo futurus с кем мы все совместно из разных стран создаем науку человечности и занимаемся технологией обучения людей разного возраста с детского со школьного возраста до бесконечности навыкам управления своим состоянием использование энергии стресса для здоровья для развития личности раскрытия качестве способностей творческих а еще потому что я представляю канал телевизионный тв права медицину и психологию там виду поэтому я сейчас с этих точек зрения с двух каналов делаю такое включение показываю вам еще свою картину это традиция нашей школы я каждый раз когда уважаемый гость к нам приходит показываю какую-то картину новую картину новую это берегиня ну под этой эгидой мы можем как раз таки берегиня он с ребеночком под этой эгидой потому что женщина по природе берегиня она защитница заступница источник жизни и под этой эгидой и больше вас не перебивая никак прошу вас ступить к слову благодарю вас во первых спасибо большое за такой выбор такой прекрасной картины и очень приятно что вы выбрали именно берегиню так я надеюсь все таки что у нас будет диалог да не только мой монолог потому что я напомню нашим дорогим уважать уважаемым зрителям все таки мы благодаря именно нашему диалогу до можем мы с вами оба врачи люди с медицинским образованием с таким достаточно широким подходом до гораздо более широким чем позволяет сегодня вот аллопатическая медицина и поэтому я думаю для нас непременно важно именно в диалоге выяснять какие-то моменты которые и мы сможем донести и разобрать сами и донести до наших дорогих уважаемых зрителей вот прошлый раз мы с вами закончили на вопросе смысла жизни для нас он является очень важным потому что мы люди которые заботимся все таки о здоровье человека да люди которые подходим к человеку не просто как некому телу да а все таки вот как я всегда говорю вы упомянули вот я рассматриваю человека как homo universes да человек вселенский человек целостный универсальный и в этом контексте человек все таки это дух душа разума тела я вот это вот всегда повторяю и для меня это именно в такой последовательности и когда мы осознаем вот эту свою природу гораздо более многогранную многоуровневую богатую да я думаю даже и это мы вот так очень упрощаем до называю вот эти четыре аспекта то мы понимаем что мы здесь не для того чтобы просто как-то выживать защищать там себя от каких-то страшных напасти материальных да а для того наверное все таки прежде всего чтобы развиваться развиваться духовно да и вот это вот то чем так понимаю занимается вот ваша школа непосредственно и мы когда говорим о развитии до души и духа мы понимаем и по-другому совершенно воспринимаем и различные тяготы и болезни тоже и мы подходим к ним не с точки зрения какой-то страшной беды которую нужно пресечь немедленно а мы рассматриваем их как некий дар даже меня вот там последнее время когда я говорю об этом некоторые люди которые вот не доросли может быть еще до этого не недопонимают упрекали в том что как же так вот сложить лапки и сдаться на милость всяких обстоятельств или нехороших людей которые закладывают эти нехорошие обстоятельства и так далее нет я этого совершенно не предлагаю но я предлагаю подойти к этому более разумно и более широко не вступать в какую-то борьбу во-первых когда бы любая борьба она всегда никогда не бывает конструктивно она всегда разрушительна любая борьба это всегда проигрыш обеих сторон а вот воспользоваться вот какими-то трудностями да включая болезнь как точкой роста вот как некой платформы площадка для развития я думаю есть та самая необходимость да и в этом в том числе и смысл жизни познать себя познать свои собственные грани с разных сторон позвольте я вам скажу что мы думаем одинаково потому что я полагаю что здоровье ну как переводит так целостность что здоровье это не отсутствие недугов и недостатков а развиваемая способность справляться с ними с этим отсутствием да второе значит я полагаю что человек по природе творец и не зря это библии написано по образу божьему создан человека то есть как творец и в этом отношении безусловно у него должно быть согласование психических и физиологических процессов чтобы была целостность и он все время к этому стремится то есть быть здоровым а здоровье предполагает не только физическое как вы сказали но и духовное и и мы поэтому школе человек будущего хомофатурус как раз таки занимаемся тем что человек научается наблюдая за собой превращать даже болезни даже какие-то беды проблемные ситуации как стресс трамплин для новых достижений в частности творческих я например использую для того чтобы стихи создавать новые книги новые создавать обучать олимпийских чемпионов там борцов фехтовальщиков учить детей сдавать хорошо экзамены я просто впечатляю разные сферы жизни чтобы человеку который пришел к нам в гости допустим первый раз который не знает чем мы занимаемся чтобы он и понял что то что вы сказали что человек не только из тела состоит как раз таки чем более согласованы у него дух и материя ум сердце тело то есть эмоции чувства разум чем более согласованное и тело то тем больше у него открывается творческих возможностей как раз таки человек счастлив когда он имеет ради чего смысл жизни ну толстой говорил смысл жизни ради продолжения жизни на земле и в этом есть какая то глубинная правда потому что когда мы оцениваем различные действия людей и выйдем в их поступках что эти поступки направлены на сохранение жизни на земле мы называем их благими а те поступки которые безответственные но в конечном счете вот сейчас и создалась вот эта вот ситуация турбулентная когда люди должны делать выбор как быть и на самом деле я думаю что верная дорога это повышение психологической устойчивости заниматься любимым делом да да и повышать иммунитет свой потому что это такая столбовая дорога промысел божий да замечательно сказали я совершенно с вами солидарна в этом смысле я думаю что вот даже учитывая вот ситуацию которую вы упомянули турпулентную да я уже неоднократно говорил да каждый сейчас видит ее по-своему да в зависимости от того уровня собственного духовного развития на котором он сейчас находится и это действительно сейчас шанс и возможность перейти на следующий уровень да вот американцы очень любят выражение квантовый скачок да я ну это такая физическая категория да с точки зрения физики мы с вами говорим с духовной точки зрения да ну я думаю что для души в расстоянии не существует на самом деле для духа тем более и для человека который действительно оценивает эту ситуацию как некую возможность для собственного переоплощения даже да духовного переосознания переформатирования он я думаю не не погрузится вот в эту пучину скорби да и не погрузится в эту пучину болезни самое главное потому что вот вы упомянули психологическую устойчивость да что происходит и мы говорили об этом в прошлый раз помимо всего прочего происходит огромное вот это вот психологическое воздействие неоднократно люди задают вопрос чем же болеют люди да вот мы говорили о том что не выделен возбудитель мы говорили о том что у нас очень много данных о том что в общем нету к сожалению нету у нас оснований говорить о том что существует вот то заболевание о котором вокруг всего которого сегодня все вертится да нету ни нозологической формы его да мы с вами понимаем что нозология она предполагает специфические признаки или набор специфических признаков таких нет любой из перечисляемых признаков он присущ другим и мы это должны понимать мы уже говорили о том что есть официальные отчеты есть те исследования которые нам предлагают не предоставляют нам возбудителя так чем же люди болеют да ну прежде всего психогенный фактор вот почему мы говорим с вами да о духовном о духовной составляющей да что такое психика в переводе с греческого это душа да почему в старину называли душевные болезни душевно больной и душевные болезни это же было не только расстройство непосредственно психики как мы его сейчас понимаем да но и вот мы знаем из литературы да там у того же самого Чехова у многих который тоже был доктором да у многих других классиков описывается горячка да вот что-то произошло с человеком какое-то душевное потрясение и он впал в горячку он заболел тяжело заболел физически да часто с пневмонией часто с высокой с лихорадкой часто впадая в бессознательное состояние и так далее сколько таких случаев с классической литературой описанных мы знаем да я всегда говорю особенно молодым читайте читайте классиков и вы будете знать что ничто не ново под луной это один из факторов это очень важный момент потому что вот вы говорили о стрессоустойчивости да я вам рассказывала в прошлый раз о своей программе по адаптабильности да по фактически тоже вот способности организма прежде всего ну и духовной способности да адаптации да использовать вот эту вот меняющуюся обстановку меняющуюся атмосферу для развития да не впадать в уныние не не заболевать да почему вот ныне считается одним из величайших грехов да но потому что человек погружает себя в пучину болезней вместе с тем в пучину несчастье да у нас сегодня такой получается немного философский разговор но он очень правильно я как раз очень это как раз бы и хотел так чтобы было философский да мне кажется это сегодня крайне важно чтобы люди посмотрели на ситуацию с философской точки зрения да и поняли что не так страшен черт как его молюют да как говорится вот это психологический аспект психогенный я приведу вам пример когда вот начался вот этот весь кардабалет в двадцатом году викиликс опубликовал один из документов он не был секретным но он был внутренним документом департамента здравоохранения сша который описывал ситуацию весной 2008 года я публиковал документы сюда на канале всеведа значит он описывает ситуацию когда в чечне и заметьте это американцы да то есть это не наши которые пытаются оправдаться да как вот некоторые могут сказать что о это значит российские спецслужбы пытаются оправдаться нет это совершенно как сказать как выражается господин президент партнеры да которые не заинтересованы в том чтобы кого-то где-то в чем-то оправдывать описывают что в чечне был распространен слух я даже думаю что и не без их участия о том что была атака со стороны русских значит на особенно на школы на значит старшеклассницы девочки подросткового возраста наиболее восприимчивая категория да значит были описаны им симптомы было сказано что за химический агент какие будут симптомы как будут болеть ну буквально вот то что мы сейчас слышим с экранов да значит потрясающая ситуация были сотни обращений не просто с симптомами да не просто с клинической картиной но и биохимическими изменениями физически вот с поражениями на уровне гистологии с поражениями на уровне физиологии то есть представляете себе что такое психогенный фактор да и мы сейчас говорим не про психосоматику вот люди часто путают психосоматика это когда сами себя настроили надумали какие-то внутренние вот потрясения неуверенность какая-то внутренняя какие-то внутренние беспокойства можно себе надумать болезнь это психосоматика да как мы с вами знаем психогенное воздействие это всегда внешнее воздействие да когда оно работает и на кого оно работает оно работает на людей с очень лоббильной восприимчивой психикой да людей которые как раз таки не воспринимают себя целостно людей которые и почему в этом случае пострадали первую очередь именно подростки девочки подростки да те кто вот это тот возраст когда ты зациклен на своем теле да когда ты озабочен тем как ты развиваешься когда еще ни о какой в общем душе думать не приходится да и тут вдруг на тебя происходит вот эта атака ты не защищен и вот это вот то что произошло фактически да кстати описан в научной литературе и гаванский синдром и кубинский синдром который имеет точно такую же природу и второй случай вот в том документе возвращаясь к нему да это практически одновременно и я не сомневаюсь что это был проведен такой психоэксперимент потому что не случайно они произошли буквально там с разрывом в 1-2 месяца в 2008 году значит второй случай это был непосредственно в калифорнии на один из банков произошло нападение ну я могу вам сказать что значит к тому моменту нападать на банки было себе дороже ни один человек в здравом уме этого делать не будет поэтому я убеждена там что-то с интернетом там что-то с интернетом но там была пауза какая-то какая-то пауза была чисто в контакте интернета но мы там посмотрим может склеим да может так оставим там небольшая была пауза ничего ничего да и так в банки нападать в банки нападать было себе дороже и поэтому это был ах и какой случай исключительный да я думаю что это был просто не просто постановочный случай а я думаю что это был именно экспериментальный случай именно для того чтобы понять вот это вот психогенное воздействие да как оно работает убедиться еще раз и не в первый раз в том что он действительно действенный что произошло значит нападающий с баллончиком лака для волос значит всех естественно уложив на пол в вот этом отделении банка там было более 30 человек согласно документу значит он всем сказал что если кто-то пошевелится он брызнет из этого и описал он был в защитной не знаю не помню в противогазе или в респираторе описал какие симптомы вызывает этот как он сказал нервно-паралитический газ значит и сказал что если кто-то то что ему удалось убраться он все-таки нажал на этот баллончик и был таков как говорится потрясающим образом практически каждый и сотрудник банка и посетитель этого банка кто был в тот момент обратился с похожими симптомами которые которые не были невозможны потому что мы знаем достоверно из этого документа что это был конечно никакой нервно-паралитический газ а это был обычный лак для волос но люди обратились и у них были те поражения вплоть до там извлений слизистой и так далее которые он им описал что такое вот психогенное воздействие особенно когда это происходит в группе людей да потому что люди усиливают друг друга существует фактор резонанса вот я напомню может быть кто-то не знает да но вот мы с вами знаем что женщины находясь в одном вот как проживаем вместе в общежитии да в каких-то вот совместных условиях в семье или синхронизируют менструальный цикл да о каком заражении можно говорить мы не можем говорить ни о каком заражении понятно что это некий природный резонанс люди усиливают друг друга люди входят в этот резонанс особенно если они находятся в одной среде да в одинаковых обстоятельствах они мы подстраиваемся друг по другу у нас есть зеркальные нейроны в мозгу которые отражают реакции говорят вот вот я заболела потом заболел там еще кто-то вот очень часто бывает так заболел ребенок я могу сказать что я когда была моложе была очень тревожная мать я думаю что многие женщины особенно молодые женщины могут вот разделить вот это чувство да и многие так остаются очень тревожными матерями я знаю уже когда вырастают сыновья как вот ко мне иногда вращаются говорят там ребенок там 30 лет вот заболел ребенок вот ребенок я вам хочу сказать вы делаете очень страшные вещи для ребенка вне зависимости от того какого возраста этот ребенок и для себя всегда вот опять даже на своем примере говорю пока я не стала разбираться с этим да и не сама может сказать вытащилась из этого состояния да прошу прощения заболевает ребенок мы вот наша эмпатия наша привязанность к нему мы заботимся в этот момент мы не болеем нам некогда мы сфокусированы на том чтобы поставить ребенка на ноги вне зависимости от его возраста да проходит какой-то период но мы со переживаем мы со чувствуем мы пропускаем через себя через всю свою гормональную систему через всю свою физиологию вот эти страдания которые наш ребенок пережил след за ним через какое-то время мы держимся держимся и заболеваем следом потом говорят инкубационный период прошел две недели да нет это не инкубационный период это организм подготовил себя уже к болезни он в своем сопереживании да в своей эмпатии да плюс усталость тревога появилось достаточное количество факторов а почему болеет так же а потому что вы только что видели как надо болеть да и вы ровно такими же прошу прощения симптомами ровно таком же состоянии перенесете вот эту вот болезнь да могут быть какие-то там отличия небольшие но как правило они будут одинаковые такое кстати происходит когда муж с женой живут много лет переживают друг за друга болеют вот в прямом мы же не зря говорим болею за дорогого человека да не случайно наш язык он же очень богат и он невероятно отражает то что происходит правда же да точно совершенно точно это прямо эпидемия может быть эпидемия может быть а еще особенно если она подслашена какими-то такими дополнительными факторами например простудой там ну или допустим химическим каким-то да вот случайным каким-то воздействием случайным допустим задымленная квартира вот они надышались этими газами люди стали чихать и тут же себе еще накрутили накрутили и соседям рассказали и соседи тоже накрутили и теперь найдут миллион причин чтобы об этом зажигаться ну раньше такое было я очень почитаю Бехтерева потому что я работал с Натальей Петровной Бехтеревой у нее в институте я кое-что рассказывал да он занимался изучением внушаемости и он говорил о том что мы себе мало пока представляем насколько это много занимает в жизни человека не учитываем этого фактора на самом деле даже люди которые глубоко уверены что они ни в коем случае никем не могут быть внушаемы или еще как-то так сказать манипулируемы на самом деле находятся именно в этой манипуляции находятся что они не внушаемы да потому что оказывается существует очень много техник я вот всю жизнь занимался изучением явления гипноза очень много техник существует когда даже можно не разговаривать с человеком так построить обстоятельства что когда он туда входит это косвенные внушения обстоятельствами ну например там в каких-то племенах там шаман когда человек пострадал охотник присасывается губами значит к его шее и сосет сосет губами что-то потом выплевывает как будто он оттуда что-то достал и благодаря этой процедуре у человека возникает ощущение у пострадавшего что изъяли у него вот этот корень зла как говорится да и он выздоравливает на самом деле ничего там у него не изъяли а просто обстоятельства так построили что он остался в таком мироощущении да вы очень правильную тему задели потому что очень много если посмотреть сколько люди совершают действия автоматически на основе бессознательного поведения вслед за каким-то авторитетом стереотипом шаблоном директивы да но эти окна гортона те же самые как можно провести человека к тому что он вовсе даже не подозревая что он к этому придет начинает с того что он в это не верит через пять дней он думает а почему это может быть и так а через десять дней он уже убежден и говорит никак не иначе только так ему потом говорят слушай ну ты же говорил что это не так а он трансформировался вот когда нету человека целостности когда ему природа не подсказывает потому что на школе не учили думать самостоятельно на школе учили в неподвижной позе под директивным обучением как себя вести как ходить как стоять как спать слышать себя очень мало людей которые слышат себя и верят себе занимаются допустим каким-то творчеством любимым делом от природы это от генетики тоже зависит и потом от воспитания если девочку или мальчика очень директивно родители воспитывали требовали с них очень высокого качества поведения и так далее и так далее и он потом когда попадает в ситуацию неопределенности такой беззащитный потому что он не знает как себя вести у него нет шаблона на который опереться а вот как раз таки мы должны воспитывать и воспитываем сейчас у наших участников школы человек будущего навыки и качества попав неопределенность чтобы принимать неординарные решения со скоростью инстинктивных реакций потому что в будущем человек будет неопределенность и вот сейчас я хочу вам сказать что в русле в русле эволюции человек не зря придумал искусственный интеллект в себе конкурента для того чтобы потом задуматься а чем же я отличаюсь как человек от автомата и начать искать в себе те свойства которые отличают его от автомата от робота и понять что только человек может делать открытие только человек может создавать что-то новое и развивать в себе самосознание то есть искусственный интеллект это та параллельная реальность которая нужна чтобы вытеснять человека с рабочих мест чтобы человек задумался о чем же человек отличается и стал еще более интенсивно развиваться это очень интересный взгляд кстати я не задумывался об этом с точки зрения вот с точки зрения как вы говорите создание конкурента ну действительно это вполне возможно действительно что мы все время себе создаем вот эти вот испытания некоторые некие по большому счету все что мы имеем на сегодняшний день как человечество я имею в виду мы все создали себе сами все трудности все испытания все проблемы поэтому как человечество мы их преодолеваем но все равно вот когда я вот говорю что у каждого своя война на самом деле при том что мы все с одной стороны живем и дышим как человечество да и преодолеваем какие-то определенные этапы как человечество одновременно же мы проживаем собственную эволюцию собственную эволюцию души это очень важный тоже момент и вот возвращаясь даже к истории Великой Отечественной войны Второй мировой войны если брать ее в полном масштабе то мы понимаем что люди в Европе например мы говорили об этом в Европе или в России и в Советском Союзе проживали эту войну по-разному люди на передовой и люди в тылу проживали ее по-разному кто-то был в концлагере кто-то был в блокадном Ленинграде у каждого это была и даже в блокадном Ленинграде у каждого это была своя война у каждого была своя история каждый проживал это по-своему и преодолевал ровно тот опыт который был ему необходим необходим ему непосредственно для его личного собственного преодоления развития роста и так далее и кто-то Сумел это сделать. Я очень много работала с блокадниками, я работала с людьми, пережившими войну, с ветеранами. Я вам хочу сказать, как говорят, гвозди бы делать из этих людей, как у поэта советского. Это действительно люди дубы, не ломающиеся ни при каких обстоятельствах. Они могли иметь букет совершенно невероятных болезней, с которыми уже, казалось бы, и жить невозможно. И однако же они имели такую силу духа, такой настрой. Я никогда не видела их жалующимися, унывающими и так далее. Это все имеет колоссальное значение. И тот букет болезней, который они в себе сочетали и несли, который, казалось, должен был давным-давно их, если не убить, то как минимум пригвоздить к койке, они с ним умудрялись жить полноценной жизнью, совершенно невзирая ни на какие аллопатические вмешательства и невзирая ни на какие другие обстоятельства. Возвращаясь к тому, что вы сказали о внешних факторах, обстоятельствах, я хотела бы эти моменты тоже обратить внимание. Помимо того, что мы слышим из каждого утюга сейчас, например, описание, нам все время подсчитывают больных, нам все время рассказывают о новых штаммах, как все это преображается, как это все влияет, и как сколько людей заболело. Вот это те самые косвенные обстоятельства. Но мы еще и выходя на улицу, да, мы видим закрытые лица, да, мы видим, что везет вот эти вот объявления на магазинах при входе, там, обязательно одеть, значит, там, маску и так далее. Вот они, те самые психологические косвенные обстоятельства, которые и создали. Это целая реальность виртуальная, в которой мы помещены. Да, 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 вот это вот и внушает нам вот это ощущение опасности того, что мы в любой момент можем заболеть. То есть мы уже готовы к тому, чтобы заболеть, если мы, как вы правильно совершенно сказали, внушаемые. Я вам могу сказать, что я обратила внимание, с чем вот я столкнулась за это время. Ну и, в принципе, у меня есть такой опыт и раньше, но сейчас вот он особенно, так сказать, обострился. Категоричные люди, да, вот уверенные, которым кажется, что они точно все знают, они все понимают и так далее. Люди не готовы слышать, да, не готовы воспринимать новое, не готовы воспринимать новую информацию. То есть наиболее подвержены внушению. Вот как вы говорили про директивность, я могу сказать, я не думаю, что у нас вся школа такая была. Мне, например, очень повезло. Я училась в школе, у нас было очень много учителей, то, что мы называем учителя старой школы, да. Вот этого вот, нас многие учителя на вы называли. У нас была достаточно уникальная школа. И я могу сказать, я вот вижу там своих бывших одноклассников где-то и вижу там с нашей школы людей. И я не думаю, что это было, в принципе, только у нас, но нам повезло как-то особенно. И это все, в общем, достаточно уникальные люди, потому что мы формировались вот именно в той среде, где все-таки не было вот этого директивного вбивания, да. И вы правильно сказали, воспитание имеет колоссальное значение. Но многие говорят и считают, что все зависит от семьи. Я так не думаю. Мы очень много времени проводим в социуме, в той самой школе, там, в детском саду вначале, потом в школе, потом уже в институте на работе или в университете на работе и так далее. Вот что большей частью нас формирует, да. Мы находимся с профессорами или с учителями, там, с педагогами или с полными антиподами педагогов, которые тоже нас формируют, да. Но один и тот же учитель будет иметь эффект на разного человека, да. Вот как вы правильно сказали, в зависимости от многих других факторов, включая, наверное, генетику, включая и собственный уровень развития человека, и, конечно же, включая воспитание в семье и так далее. Но это, конечно же, многофакторность. Теперь не могу обойти вниманием вот это, что вы сказали про дополнительные какие-то факторы, да, случайного химического воздействия. Но есть случайное, есть и не очень случайное, да. Мы видим, что сейчас все обрабатывают химически. Вот опять к вопросу о том, что чем болеют люди. Дезинфектанты в безумных количествах, нарушениях. Это ужасно, это ужасно, да. Мы видели отравление арбузом, да, вот эта жуткая история, да. Полки поливаются вот просто вот так вот. Когда это было? То есть, если на полках лежит, допустим, хлеб даже в вот этих пластиковых упаковках, да, для дышащей вот эти вот дырочки, да, то туда проникает и попадает эта химия. Испаряется ли она? Очень сомнительно. Мы приходим вслед за этой обработкой, тратим время в отделах, трогаем эти упаковки, берем руками, потом это кладем все в сумки и так далее. Ну, некоторые говорят, а почему одни заболевают, а другие не заболевают? А вот как раз именно потому, что, о чем мы с вами говорили, в зависимости от индивидуальной стрессоустойчивости, потому что стресс – это не только психогенное вот это вот воздействие, да. Стресс – это и физические факторы, любые факторы давления, да. И кто-то, взяв этот вот пакетик, облитый там хлоросодержащими дезинфектантами, вот, извините, пальцы послюнявят, чтобы следующий пакетик открыть, и с ним ничего не будет. Его организм все это переработает и выведет без последствий. А другой, просто даже вдохнув в совершенно небольшое какое-то количество вот этого, но уже будучи подготовленным, да, морально подготовленным к тому, чтобы заболеть, придет и сляжет тяжело. И это тоже имеет вот большое значение. Ну и плюс мы забываем о том, что мы едим, да. Мы не едим сегодня вот с фермерской в полной мере, да, там, свежую полноценную еду. Мы едим и ГМО. Мы едим и продукты с пальмовым маслом, мы не можем от этого сбежать. Термофильные дрожжи. Да, да, да. Глутамат натрия, сколько бы ни рассказывали, что он безобидный, ну, конечно же, нет. Достаточно знать биохимию, да. Мы с вами хорошо учили биохимию, зная, что глутамат и глутаминовая кислота, необходимая, полезная для организма, это две огромные разницы, потому что глутамат – это соль глутаминовой кислоты. А значит, он будет обманывать наши рецепторы и заменять ее, мешать ей взаимодействовать с клетками так, как она должна, мешать процессу преобразования, участия ее в микросомальном окислении в печени, да, то есть мешать в выведению токсинов. И очень многие другие вещи, да, взаимодействие того же глутамата с нашими, с нашей нервной системой, да, с нервными клетками и так далее и тому подобное. То же самое касается аспартама. Вот человек уже наполняется и насыщается токсинами, они все время находятся, организм должен освобождаться. Он это делает сезонно. Вот вы упоминали, да, периоды простуд. Период, когда человек… Почему? Ну потому что мы тоже подвержены солнечным циклам, так же, как и природа. Природа сбрасывает покров. И мы бы должны попаститься, но мы еще и не постимся. Мы живем сегодня совершенно в иной парадигме. Мы не соблюдаем никаких циклов. Мы живем одинаково. И зимой, и летом одним цветом. Мы не делаем особых различий в смысле вот питания. А питание должно меняться в зависимости от окружающей температуры. Оно должно отвечать среде. Оно должно быть не только максимально чистым с точки зрения химии, да, и простым по возможности, но оно еще и должно отвечать обстоятельствам. В теплое время года это одно питание, в холодное время года это другое питание. Ну и плюс, конечно же, использование химикатов дома, да. Вот говорят, я так себя хорошо чувствовала, так отлично себя чувствовала. Даже уборку сделала в квартире. Такой порядок навела, потом раз и слегла. Чем вы убирали? А вот я убирала там клораксом, еще чем-то и так далее. Вот где маску надеть, правда? Да. Чтобы не надушиться. Перчатки на руки, не голыми руками, чтобы защитить, чтобы не было проникновения химии в кожу. Проветрить потом все это. Конечно. Уборка идет, пыль поднимается в любом случае, да. Конечно же, ты навышь порядок, но ты этим всем дышишь. Ты соблюдаешь правила техники безопасности? Да не 90% нет. И очень часто вот есть восточные направления всякие, которые занимаются тем, что, вот, например, как фэн-шуй, да, они работают с энергиями. Можно по-разному относиться к этим практикам. Я отношусь к ним с точки зрения физики и нахожу их очень полезными, да. Вот они не рекомендуют убирать сразу весь дом, если ты занимаешься, или сразу всю квартиру. Почему? Это очень правильно. А потому что ты поднимаешь целые пласты и этой пыли, и этой статического вот этого электричества, этой энергии. Ты создаешь вихревые потоки вокруг себя, даже сам этого не осознавая, не понимая. И ты это делаешь не в небольшом пространстве, небольшое количество времени, а ты это делаешь целый день. И фактически оказываешься вот в том неподготовленном для себя, непонятном для себя состоянии, когда тебе кажется, что ты что-то такое молодец сделал. Конечно, кто-то, кто, опять же, более закален, кто имеет совершенно другой настрой и уровень, для кого-то и это будет, ни сложно, ни страшно. Но если вы не относитесь к таким людям, если вы еще только развиваетесь, если вы не занимаетесь регулярно дыхательной гимнастикой, какими-то физическими практиками и так далее, не проводите генеральную уборку таким вот образом, чтобы потом лечь пластом, заболеть и сказать, что, видимо, я где-то чего-то подцепил. Вы ничего нигде не подцепили, вы создали себе такие обстоятельства сами. И это можно, мы можем с вами целый день говорить, мы не перечислим всех факторов воздействия, правда? Потому что их огромное. Есть еще один фактор, я хочу заметить, как изменение геомагнитной обстановки, атмосферного давления, температуры, дождь, ветер. Очень много людей, которые убеждены, что на них не влияют погодные условия, потому что у них есть стереотип, а у них, говорит, голова не болит. Он думает, что только так влияет. Ну, на школе не учили, на школе не учили, что это может быть и раздражительность, и утомляемость, и плохой сон, и просто ты поругался с женой, например, а потом посмотрел, оказывается, метель. Но не учел, что внутричепное давление также меняется в зависимости от геомагнитной обстановки, атмосферного давления. Очень много вещей, которые люди просто в этом не просвещены. Ну, как бы так сделать, чтобы вот это вот интуитивно человек хотя бы с образованием воспитывался, чувствовать изменения какие-то и быстро адаптироваться к ним. С этой стороны есть еще одна беда, что человек на самом деле очень адаптивное существо, и он будет привыкать к неправильным условиям жизни до тех пор, пока количество неожиданно не перейдет в качество, и он ломается. Ну, он привыкает, привыкает ко всякой гадости. Вот раньше ДУС ДДТ был. Я помню, в школе учился, все мусорные ящики у нас и туалеты были обсыпаны этим ДУСом ДДТ. Оказывается, он вообще не уничтожаем. Его можно всем дозорить, так он и будет сто лет там и всех тараканов выбивать и так далее. А у нас там этим опыляли, и я не понимаю, как мы еще выжили при этом. А сейчас сколько вот этой гадости на нас льют постоянно, и поливальные машины там, и в метро там обсыпают, совершенно не задумываясь, как это повлияет на следующее поколение детей вообще. Ну, мы видим, во-первых, вы про ДДТ обязательно воспользуясь ситуацией, скажу, что описано и не в одной книге в медицинской литературе США, я вот публикую опять же об этом материалы и обращаю внимание людей, что так называемая вспышка полиомиелита в Штатах 50-х была связана именно с использованием ДДТ, когда они поливали им не туалеты из школы, да, вот как у нас, а когда они поливали детей, потому что и говорили о том, что это безопасно, да, от комаров, бассейны целые заливали из шлангов, да, потому что личинки вот образовывались для безопасности, поливали поля, и очень много болели дети именно вот в фермерских районах, вот в Центральных Штатах, потому что там, где обрабатывали, дети бегали, вот особенно маленькие дети, дети вот как раз такого возраста, от 5 до 11, это была самая распространенная группа, которые бегали вот в этих полях, там пшеницы, в прятки играли и так далее, и, ну, не обязательно только пшеницы, неважно, вот любые зерновые, и в кукурузе в той же самой, а потом они с вот этими симптомами жуткими, да, вот так называемого полиомиелита, а фактически поражение нервно-мышечной ткани, соответственно, с высоченной температурой, и с бредом, и с изуродованными потом конечностями, да, и так далее. Вот это все были последствия как раз вот использования вот этого вот ДТТ. Вот вам вспышка так называемого полиомиелита, да, это, и когда начали прививать, а почему, вот почему было важно, да, вот почему делаются такие вещи, вот мы говорили про окна Авертона, а потому что важно человеку ввести в том направлении, в котором удобно, да, искать некого невидимого возбудителя, на которого можно свалить все что угодно, чтобы фармкомпании не только не заплатили, да, потому что вот я обращаю внимание наших уважаемых зрителей, да, что фармкомпании производят как яды вот эти вот, так и лекарства, которые потом от них лечат, да, очень часто используя в составе примерно одинаковые подходы, это тоже очень важно, и я бы хотела, чтобы мы, сегодня у нас уже времени на это не останется, а в следующий раз, чтобы мы поговорили о протоколах лечения, о том, откуда идут последствия вот так называемого длинного ковида, например, да, говорят, там, тяжелых заболеваний и так далее, да, и что с этим делать, почему протоколы опасны, когда нет индивидуального подхода и так далее, да, но мы сейчас вот только вот этого коснулись, поэтому вот эта тема ДДТ, она очень показательна, да, и важна, вот вы очень здорово, что вы ее упомянули и вспомнили, потому что это вот такой классический пример, опять же, того, чем болеют люди и как, а потом нам рассказывают про одну причину, да, уводя нас от истины, чтобы, не дай бог, виновники не были наказаны и не были бы привлечены к ответственности ни криминальной, уголовной, да, ни финансовой, для них, так сказать, это всегда самая большая неприятная история, это чтобы не отвечать финансово, потому что, допустим, в тех же Штатах, там всегда есть возможность судить компанию, если доказана их вина. Ну, а зачем ее доказывать, если раз предложили решение, да, вот такая встреча страшного заболевания, да, с которым человечество до химпромышленности, договорюсь, извините, не было знакомо. Да. Валентина Эдуардовна, есть такой момент очень важный, вот мне кажется, дети, как и взрослые люди, в периоде эволюции, начальной эволюции, когда они только дорвались до кнопок, до химреакции, стали эти кнопки нажимать, как дети, химические вещества испытывать, не зная еще роковых последствий, так сказать. Академик Шкловский мне сказал, астрофизик, он мне говорит, люди себя сами истребляют, разум, когда появляется, говорит, в космосе, он себя истребляет, потому что он создает целлофановые пакеты, например, которые неуничтожимы, он создает фреон, который накапливается в атмосфере неуничтожимы, он сам себя истребляет, и поэтому, говорит, мы уникальные, единственные во всем космосе, потому что не доживают люди до своей зрелости, когда они могут пользоваться плодами своего развития, они по ходу своего развития уже себя и погубят. Ну, он так считал, этот астрофизик Академик Шкловский. А я ему говорю, ну, есть же и позитивные процессы против пули, как говорится, щит находятся, есть люди, которые думают, чтобы не делали эти целлофановые пакеты. Он говорит, да ты просто оптимист. Вот, ну, он так вот думал, а вы как думаете интуитивно? Выживет человечество, встанет на ноги или по пути становления упадет и не поднимется. Как вы думаете инстинктивно? Возвращаясь к началу нашего разговора о смысле жизни, я думаю, что учитывая, что мы здесь помещены не для того, чтобы себя истребить и изжить, в нас заложены все-таки механизмы спасения. Я спрашиваю, они все время говорят, что я говорю, да, после каждой фразы. А вот действительно это такой вот как бы вопрос. Да, действительно это так. Я думаю, что действительно это так. Я думаю, что нам стоит только вот обернуться к Создателю, к Вселенной. Я хочу сказать, что мы с этого начали и давайте этим и закончим. Смысл в нашей жизни. А я хочу вам показать эмблему нашей школы. Это звезды над нами, космос внутри нас и летающий человек. Это одно из упражнений метода ключ. Вот видите, Кант. Звезды над нами и этика внутри нас. Что все законами природы. Совесть наша тоже по существу. Это произведение, которое в человеке, как говорил Толстой, что в разнообразии вещей в мире есть компас, который нам помогает жить правильно. Именно это совесть. Поэтому сопереживание, сочувствие, способность любить, создавать, чувство чужой боли, чувство бесценности живого, и вот эти извечные человеческие общечеловеческие ценности. Конечно, в какой бы религии они ни назывались, как бы ни назывались, в общем смысле, это общечеловеческие ценности. У каждого человека, опираясь на них, в любой неопределенности, человек может выстоять. Опираясь на общечеловеческие ценности. Я хочу очень вас поблагодарить. А вы сами сказали, что мы можем продолжить разговор? Конечно, конечно, обязательно. Можем, да? Значит, вы нам выберете время, мы потом объявим, и снова встретимся. Я очень вам благодарен. И очень важно, что мы сегодня именно философскую сторону коснулись. Философскую. Коснуться. Да, потому что очень много людей, которые об этой стороне не задумываются. Они в русле какой-то конкретики живут. И не способны абстрагироваться. Посмотреть со стороны на ситуацию. По-философски. Как раз-таки очень хорошо, что вы это сегодня затронули. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Спасибо. До встречи. До встречи. Друзья, предстоят новые беседы, новые встречи. Готовьте вопросы. Пишите комменты. В комментах пишите вопросы. Потому что я в прошлый раз посмотрел, вопросов как таких, таковых не было, а были только благодарности. И хотели следующей встречи. Поэтому мы, вот видите, будем встречаться. Пишите вопросы. Потому что будут вопросы, конструктивные предложения. Мы все вместе. Мы все вместе сила. До встречи, друзья. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания.